Музыка Но у нас там проблема В соответствии с новым законом Граждане Украины не могут находиться На территории Российской Федерации более 30 суток Они возвращаются, их ЦАП И опять туда Подпулинг посылают Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что В рамках закона можем увеличить срок пребывания Определенных категорий То, что видим Да, да Но сейчас будем говорить о тех, кто уклоняется от мобилизации Ну и о создании определенного реестра тех граждан Которые от этой мобилизации уклоняются Такой реестр намерено создать Министерство обороны Украины В дальнейшем эти списки будут передавать Министерство внутренних дел А также Генеральный штаб вооруженных сил Это накануне заявление было сделано спикером Минобороны Викторией Кушнир Давайте его услышим Мобилизация долав Збройных сил Украины Тривая планово Оповещена 61 748 військовозобовязанных Что складает 71,7% От запланованных заходов В рамках четвертої хвили мобилизации Ведется работа Щодо створения единого реестру Військовозобовязанных На данном этапе до цього реестру Потраплятимут ті Хто ухиляється від мобилизації У подальшому ці списки Будуть подані до Министерства внутренних справ Та Генерального штабу Збройних сил Украины Де будуть проведені відповідні заходи Щодо притягнення до відповідальності Згідно законодавства України Формування такого реестра Необходимо, так как буде Способствовать лучшему Исполнению закона О мобилизации Об этом в интервью Радио Вести Заявил военный эксперт Леонид Поляков Ну і во время первой половины Планирується призвати 50 тисяч человек Более подробні о мобилизации Прямо сейчас в справці от журналистів Радио Вести Правила игры Согласно статте 4 закону об обороні України Допускається оглашення мобилизации Не тільки в случае войны Но і в случае угрозы нападення на страну Повестку призвник може получить По месту проживання Или по месту работы Но только под личну подпись Повестки, передані родственникам Или звонок по телефону Не являться сообщенням о призыві Призыв граждан во время мобилизации Осуществляють местні органи Исполнительные власти через военные комісариаты Предусматривається кримінальна ответственность От 2 до 5 лет лишення свободи Уважительними причинами неявки на сборный пункт Являються собственная болезнь, смерть Или тяжелая болезнь близкого родственника Или стихійное бедствия Причин на неявки должны быть подтверждены документально В этой волне мобилизации Принимают участие и освобожденные районы Донбасса Об этом заявила советник Минобороны Татьяна Попова На конец минулого тижня Приблизно 2 тисячі вже добровольців прийшли до нас До речі, непоганий результат Відносно відсотків населення Показує звільнені території Донецької області Що каже про те, що люди, які знаходяться ближче до зони бойових дій Вони розуміють, що щоб танки не зайшли в твоє місце Треба з цим щось робити В попередніх хвилях мобилизації Минобороны Донецької області були виключені Ну і щоб избежати соціальної напряженності Закон предвидить принцип пропорціональної мобилизації По всім регіонам України Об этом в інтерв'ю Радиовести заявила юрист Анна Власенко Принцип пропорціональності Щоб не було соціальних убуривань Несправді до того, що там дікується В конкретному регіону більше, біля, працювати І так, ранній міністр оборони Степан Полторак заявив, що численность вооружних сил України Будет увеличена до 250 тисяч военнослужащих І хотіла ще процитувати міні директора Європейського інститута політичої культуры Военого експерта Александра Булавина Він, опираєш на якісь свої факти, свої істочники Сказал, що більше мільйона українців вже відказалися від мобилизції І, по його же словам, цифра эта намного більша Потому що сьогодні люди не все хотят йти воєвати І не все хотят продолжати війну Скажіть, пожалуйста, давайте проведемо голосування среди вас Среди ваших знакомих, родних Єсть ли те, хто уклоняється від мобилизції? Вот просто интересно, этот мільйон, із чого він формирується Кому реально прийшла повістка, ну вот так вот, давайте Кому прийшла повістка, или знаєте, що она прийдет І так, якщо, да, уклоняючихся среди вашого количества людей, знакомых, они є Ви нам звоните по номеру, уклоняючийся, 0800-50-4901 Если нет уклоняющихся, мобилизация вообще вас никак не коснулась Ни о повістках не слышали, ни возраста подобного нет Хотя вот не верю совершенно То звоните нам по номеру 0800-50-4902 Вот такое голосование проводим, сейчас и узнаем Я, конечно, не уверена, що миллион человек нам дозвониться І вопросы, і голоса чітко так розпределяться Ну, во всяком случае, це интересно буде узнать Ну, на самом деле, интересно так же заявление вчерашнього президента соседней страны Владимира Путина Он заявил о том, що на території Российской Федерации люди, які уклоняются от мобилизации в Україні Смогут пребывать дольше Соответствующее постановление намерено рассмотреть в России сейчас И, естественно, огромное количество аналитиков сейчас говорят о том, что непосредственно кремлевские средства массовой информации сейчас пытаются создать вот такую вот атмосферу паники, да И то, что в Украине все очень туго с мобилизацией, это действительно так, мы этого не умалчиваем Но, тем не менее, давайте все-таки обращать внимание и на такие вот поползновения недоброжелателей Ну, вот элементарный пример сейчас, если написать слово мобилизация в поисковике Google и нажать на раздел новости Украинский поисковик, да, Google.ua, я не говорю Google.ru То первые, так, пять сайтов, да, которые выбиваются, первые пять новостей Это публикации РИА новостей, РИА новости Украина, да И каждая из них, каждая из этих публикаций пестрит таким вот неоднозначным заголовком Законна ли мобилизация в Украине, да, мобилизация, а что дальше? Мобилизация в Одессе, чтоб я был на одной ноге и так далее Это я зачитываю заголовки, да Дальше идет московский комсомолец, ну, тоже Это украинская система Google, да, украинский сегмент, вот так вот Итак, будем сейчас принимать звонки касательно мобилизации 390-104-6, доброе утро, слушаем вас Здравствуйте Доброе утро У вас есть в вашем кругу знакомых, тех, кто уклоняется от мобилизации? Приемник выключайте, просто со мной разговаривайте в трубку телефона Смотрите, какая ситуация Мобилизация может только быть в том случае хорошая Если реально будет проведена иллюстрация И будут, значит, судьи отвечать по закону Потому что у людей пропадает вера в то, что они воюют Конкретно, еще повторю вопрос, а есть ли у вас те, кто подвержен мобилизации, но уклоняется от нее? Ну, есть, конечно, есть Есть, уклоняются люди? Каким образом? Скрываются? Просто рвут повестки? Люди скрываются и, скажем так, они пытаются всячески понять, что в итоге происходит в стране Вы понимаете? Хорошо, откуда вы звоните к нам, просто чтобы понимать? Пока не будет проведена... Это мы услышали, иллюстрация судьи веры Да, из какого города звоните? Из Днепропетровска Понятно, спасибо вам, да Спасибо вам, да Вот у нас пишет Валентин из Киева Абсолютно все, конечно, мы ждем реформ в нашей стране Но в данном случае говорим о мобилизации Продолжаем, друзья Я напомню, наши координаты Радио Вести Юэй Это сайт Туда уже присылают сообщение 24.35 СМС-портал А говорим о мобилизации Вот голосуют сейчас люди Что касается уклонения от мобилизации Есть ли среди ваших знакомых такие? Если да Если есть те, кто уклоняются 0850 4901 Если нет, то 0850 4902 Голосуйте Это все работает в автоматическом режиме и бесплатно Ну и, кстати, аналогичное голосование Предлагается также на сайте Радио Вести Юэй Вот пишет нам дед Изя Так человек подписался У меня сосед живет как мышь Ему уже три повестки приносили А кум мой сам пошел добровольцем У него жена, дом, бизнес Который стоял на нем А главное, двое несовершеннолетних детей Вот видите, две такие противоположности Только что были приведены Бывает и так Есть звонки, да? Звонки принимаем Доброе утро Кто вы и откуда? С Киева Да Ну, ваше мнение касательно того, о чем мы здесь говорим Ну, что я хотел сказать, что Вот эта мобилизация, это неправильное все Потому что воюем против своего народа У вас есть те, которых призвали Ребята, и они каким-то образом Ставят судьбу? Ну, я сам хотя бы Вы уклываете сейчас, да, от мобилизации? Да А повестка уже пришла? Ну, повестки еще не было Но, во всяком случае, я вот на эту войну не согласен Нет, ну, вы в таком случае не укрываетесь Просто вам повестка не приходила Да, вам повестка-то еще не приходила Давайте будем корректными Хорошо, ваше мнение услышали Итак, принимаем следующий звонок 390-104-6 Можете нам сейчас дозвониться Доброе утро, кто вы и откуда? День добрый Добрый Как вас зовут? Меня зовут Данила Я из города Киева Вообще-то в Киеве меньше всего проблем с тем С партнерами Меньше всего проблем в маленьких городах и в селах Вот именно туда приходит подавляющее большинство повесток А у вас есть какая-то информация, да, подтверждающая? Ну, я просто вижу, я знаю Я живу в селе 10 лет Ну, как, я рожден в Киеве, родился в Киеве Киевлянин коренной А живу 10 лет в селе И что, в село многих и в селе призвали? У меня огромное количество друзей в Киеве А в селе я живу Так вот, в селе на 150 хат Повесток уже было Ну, мужикам где-то 50-60 Да, и что? И на сколько 150 хат, вы сказали? Какое число уже? Ну, вот 50-60 повесток было 50-60 повесток, получается треть Да, вот за вот эти три волны мобилизации 50-60 повесток И какова судьба? Из села по повесткам пошли Самую первую мобилизацию Когда людей позвали просто-напросто Якобы на переподготовку И люди пошли? Партизаны, да И люди поехали, их просто-напросто обманули Все остальные, никто Никто больше не пошел и все Но они скрываются, за ними приходят Вот какая ситуация с этим, вот просто интересно Или люди продолжают жить в повседневной жизни? Нет, поездки сейчас Поездки сейчас рассылают по сельсоветам Сельсовет вызывает людей Или там отправляет кого-нибудь, приносят домой Или вызывает людей И я эту картинку наблюдал просто живьем Человеку звонят Говорят там Жена ему берет трубку Говорят там Там Тосик Приди И повестка пришла Ну да, все друг друга знают Ну да, конечно И она что? Она говорит А нету его А где? А уехал Когда? Сегодня Все И в общем-то сельсовет понимает всю ситуацию И женщины просто в открытую сидят и обсуждают Кого и куда, кто отправит своего мужика И поедет она вместе с ним Или останется тут, потому что там мама, папа За кем-то надо ухаживать Или хозяйство, или дети малые И кто-то говорит Я там со своим поеду А другая говорит А я не могу поехать Потому что у меня там мать на руках То есть есть как и первые, так и вторые То есть не все категорично отказываются То есть жены даже готовы ехать с мужьями Так выходит Да Ехать с мужьями не на войну А ехать, уезжать с мужьями А, вообще Лишь бы не попасть на войну Да, в другую страну Все, поняла я Поняла я ситуацию Куда угодно Уезжать Все, что угодно Только не отпускать своих мужиков больше никуда Я поняла Не во вторую, не в третью волну мобилизации Ни один человек из села в армию не ушел Те пацаны, которые тут приехали Несколько человек С контузиями очень серьезными Ну очень или не очень большой вопрос Их там родители, жены просто-напросто Ну как делают все для того, чтобы они больше туда не попали Так, если они уже с контузиями Спасибо вам за эту историю Вот за такой подробный рассказ Важный все-таки момент Потому что мы читали заявление юриста Да, приводили Значит, о том, чтобы избежать социальной напряженности В законе закрепили принцип пропорциональной мобилизации По всем регионам Украины Но на очень важный момент указал наш слушатель Что регион региону рознь И сельское население, городское население Тут ведь как разная пропорция оказывается Ну, во всяком случае, по наблюдению Да, и вот какие сообщения нам еще Мне 25, повестка еще не пришла В связи с последними событиями Резко изменил свое отношение к службе Потом я буду уклоняться до последнего Плоть до выезда за границу Но готов защищать свой город Готов защищать Украину Но после того, как приезжие пойдут защищать Ну, а каких тогда вы приезжих Вот о чем вы говорите То есть, кто вас задевает Это как ситуация Помнишь, у нас была в эфире с Януковичем Кто голосовал за него Пусть придет извиниться в мой дом Ну, тут попробуй разбери, да Вот тут как-то непонятно совершенно И еще из Запорожья нам написали Что военкоматы пусты Никто не является на участке Если у вас еще тоже есть подтверждение Два человека нам написала То тоже нам пишите Ну, и вот еще Днепропетров Мою семью защищать и уберечь могу только я А на государство надежды нет Хочу быть рядом с семьей Но, извините, иного пути не вижу Мы вас совершенно не осуждаем Вот такие вот частные истории, да Да, тут, что называется За что купили, за то продали Вот то, что пишут, то и выдаем в эфир Поэтому, если есть чем оперировать Да, какими-то фактами Возможно, противоположными То вам к нам 24-35 И я так понял Есть еще у нас телефонные звонки Да, давай примем парочку Есть телефонные звонки, да И напоминаем, что у нас голосование продолжается Есть ли среди ваших знакомых Тех, кто уклоняется от мобилизации Звоните по номеру 0850-4901 Если нет, 0850-4902 Доброе утро Кто вы, откуда? Доброе утро, Киев, Елена Женщина дозвонилась нам А то все мужчины, мужчины Да, ну, страшная ситуация В нашей стране складывается И по поводу мобилизации Я вот как-то хочу Честности Ну, я так понимаю, что я ее не добьюсь Вот недавно дозвонился к вам Вы говорите непонятно По поводу приезжих У меня точно такой же вопрос Город Киев, к примеру Киевлян 2 миллиона А Киев начисляет 5 миллионов И получается, что Очень много Незарегистрированных А вот давайте Ну, вот знаете как Чтобы мы не были голословными Среди ваших Конкретно окружение есть? Потому что вот сейчас По фейсбуку много фотографий Донецких машин Мол, а они же не пойдут служить Раз они из оккупированных районов А мы должны идти служить То есть среди вас это конкретный факт Это не просто ваши домыслы и рассуждения, да? Да, да Откуда эти люди? Откуда они приехали? С Украины Ну, с других регионов просто и все, так? Да, да Ну, кстати Они давно в Киеве Вот, вы понимаете Точно так же и льготы Мы не можем оселить льготы Киев Потому что много приезжих Которые не зарегистрированы То есть вы говорите о том Что, например, если человек реально прописан Например, в Черниговской области То ему туда это все и приходит А он по факту находится в Киеве Да И, соответственно Да Да, ну это тоже момент Да, спасибо А следующий вопрос Мобилизация У меня вот знакомые Получили звонок на мобильный телефон То есть не было повестки? Не было повестки Да, ну это, я думаю Это честное слово Детский льгот А кем представились, простите Кем представились на телефон? Вы знаете Я даже А они пошли Они пошли в военкомат Ну и не должны были По телефону Никто не приносит повестки Значит, 25 лет сын И под 50 лет отец Сына вроде бы Он был на Майдане Он тогда еще записался В добровольцы Ну там данные брали Все Сейчас он пришел Сказал, что я не буду добровольцем Что вы хотите со мной делать Смотрите, а вот по телефону Когда позвонили Они пошли в военкомат То есть им подтвердили Что это звонили из военкомата, да? Вот вы знаете Надо уточнить Вот это интересный момент Да, уточните нам Потом, возможно, нам напишите Спасибо, Елена Да, не факт, что это вообще Из военкомата звонили Да, тут, знаете, как бывает Да, но люди, видишь Законопослушные пошли Еще много сообщений Но большинство сводится Все-таки к тому Значит, если придет повестка Буду, не верю генштабу Не пойду Готов пойти воевать Не сидеть под обстрелами В виде мишени Не хочется быть пушечным мясом Разное есть Но вот на самом деле Тут вот такое сообщение Я не знаю с целью Какое это было написано Но, слушай, я в это не верю Вы меня простите Вы не подписались Кировоградская область Вечером заезжают в села В клубы И грузят всех в автозак В отделении выявляют уклонистов Вы о чем сейчас? Какой клуб? Какая Кировоградская область? Я не верю в это Будет видео, будут фотографии Мы вам поверим Потому что подобных Провокационных заявлений Их, конечно, можно много написать Я тоже могу написать Но где факты, да Как минимум, те люди Должны об этом заявить Или их родственники А у нас ни один родственник О подобном не писал Итак В общем-то Много сообщений негативных Я напоминаю, что голосование У нас еще продолжается Если среди ваших знакомых Как бы уклонисты Давай подводите итоги уже 0850-4901 Это да И это 80% И нет Это всего лишь 20% Вот такое вот голосование Да, на телефонных линиях Мы понимаем, что это Не репрезентативное голосование Это не социологический опрос Но те люди А я напомню Их имен мы не знаем Это тайное голосование На самом-то деле Да, я не думаю, что Была какая-то мотивация врать Ну, вот такое соотношение 80-20 Еще не вмерла Украина Потому что это Мы записалися на службу Больше 2,5 тысяч Украинских патріотов Еще не вмерла Украина Ни слава Ни воля Еще нам, братья Украинцы Усмикнеться Украина